Неотделимая часть путешествия по Мексике – это запахи и вкусы. Мы все слышали эти слова. Тако, буррито, кисадилия, фахито, может даже кто-то знает, как они выглядят. Я рекомендую вам смотреть это видео за 15 минут до обеда. Это гарантирует вам хороший аппетит. Если же вы на диете, то скорее выключайте, но лучше просто забейте на диету, ведь вы и так шикарно выглядите все. Начнем наш гастроэпизодик с визитной карточки мексиканской кухни – тако. Такерии – заведение, которое специализируется на тако. Они здесь на каждом углу. Некоторые через годы приобретают статус легендарных. И это заведение – одно из них. Очередь не слабая. Ну, правда, далеко не всегда, что очередь – это гарантия того, что будет вкусно. Бывали мои истории, случаи. Но уже шансы велики. И радует еще то, что тут однеместное. На самом деле эти люди стоят в интернет-кафе, чтобы купить дешевые авиабилеты на авиасейлз. Авиасейлз – поиск дешевых авиабилетов. Тако. Точнее, это даже не блюдо, это способ подачи. В тако может быть что угодно – говядина, свинина, курица, креветки, бобы, рыба, сыр, ребрышки, овощи, кальмары, тушеный американский кактус, да все, что придет в голову. А сверху, при желании, дополняется острой красной сальсой, либо сальсой верде – зеленой. Ну, либо вообще сметаной или гуакамоле. Объединяет это все только кукурузная лепешка. Ну что, вот они, легендарные такусы. Место достаточно интересное, очень много людей, то есть как только освобождается стол, сразу же заводят других. Очередь нескончаемая. В заведении вроде этого можно встретить кого угодно – строителя в пыльной рабочей форме, бизнесменов, студентов, бабули-кадуанчиков – всех. В заведении нет ни пафоса, ни антисанитарии, обычное кафе на углу, в котором рады всем. Что я заказал, что мне принесли? Такос с ребрышками, такос пив, говядина и такос свинина. Тако – это своего рода конструктор. На столе стоит целый набор с разными сальсами, мясом, зеленью, сыром и другими добавками. Сейчас минутка каламбура. И можно собирать тако, как вам захочется. По-разному смешивать вкусы, экспериментировать и собирать свой идеальный тако. Очень важно, чтобы лайм был не сухой. А здесь лайм не сухой, здесь хороший лайм. Тако популярны, потому что они просты в приготовлении и употреблении. Хотя, если ешь их впервые, то так не кажется. Из лепешки все постоянно вываливается. Но если присмотреться, то вот у местного ни один, слышите, ни один кусочек не упадет. Оригинальный тако делается с мягкой лепешкой. А твердую и хрустящую любят фастфуд-рестораны во всему миру. Просто потому, что эти лепешки дольше хранятся. Сразу делаю вывод, что сальса много, уже не буду себе сюда насыпать, потому что достаточно острое. Мясо отличное. Я себе отсюда жирные кусочки пообираю. Я не очень люблю жирное. Парадокс. Жирный не любит жирное. Такое бывает. Вообще, это очень крутая штука, что тебе приносят, и ты сам можешь дополнить себе вкус. Это вот как конструктор. Ведь всем нравится с детства собирать, дополнять своими руками. И здесь точно так же. Да классно. Мне нравится, о чем в таких ресторанах, что ты не думаешь, что у тебя может что-то выпасть со рта, что ты берешь руками. Здесь все так едят. Итак, ребрышки. Ну, во-первых, это необычно и неожиданно увидеть ребрышки в тортилле с костью. Я не знаю, как это есть. Наверное, нужно просто вот это отделить от кости. Мне еще кайф обглодать косточку, это же шикарно. Я не знаю, как раз тот случай, когда мне не хочется сюда добавлять ни сальсу, ни лайм. Я люблю ребрышки, но с другой стороны хочется поэкспериментировать. Кстати, здесь есть еще кактус. Если вдруг кто-то хочет кактус, можете его попробовать. Похоже на наше соленье, только вот не настолько соленый. Как я это узнал? Все просто. Поехали. Давайте еще добавим кактуса. Класс, мне нравится. Вообще, очень шикарное место. Нету сухого мяса, нету сухого лайма. Лук имеет вкус. Про гуакамоле я вообще молчу. Это очень классно. Я съел три такос, мне хватило так с головой. Это очень сытно. Заведение вроде этого для меня лично и сделали Мексику вкусной. Про рестораны подороже дальше в выпуске. Там тоже было аппетитно. Но во снах мне до сих пор являются именно эти тако. Сдаю точку. Адрес в описании. Грань между обычной едой, фастфудом и стритфудом здесь очень тонкая. Во всем мире не часто встретишь ларек, где можно поесть суп. Но именно такую точку в Мехико-Сити сдам следующий. Мексиканские супы не такие знаменитые, как тако. Но, человеки мои, это просто космос. Вот рассказываю вам про точку, где обычный куриный бульон выведет ваши вкусовые рецепторы погулять по парку аттракционов и вернет домой их не раньше полуночи. Я случайно набрел, чтобы вы понимали, на это место. И мое внимание привлек непрекращающийся поток местных работяг-строителей. Ребята не подвели. И это место правда, вот уверенно могу сказать, запало в душу на всю жизнь. Очень классно. Вообще стритфуд это отдельная тема для Мексики. Его здесь очень много, его хватает. Но вот здесь посмотрите сколько местных. Более трушные кафешки вы здесь просто не найдете. Разве что вы просто вломитесь кому-то домой на кухню и у перепуганной бабули будете требовать накормить вас. Это даже не кафе, это будка посреди улицы, где стоит несколько разных точек со стритфудом, но суп здесь только один. Такая нешуточная порция. Рекомендация. Такое? Окей. Такое? После? Такое? Такое? Пок. Пиканто? Покитто. Не знаю, мне так это нравится каждый раз добавлять в тарелку вообще все, что видишь. Это так круто. Конкретно здесь не будет авокадо в супе, но в других местах я видел и такое. Для меня это было, мягко скажем, открытие. Они просто кидают сырое авокадо в готовый суп. И это у нас авокадо еда для зожников и богачей. Тут же он не дороже помидора. Очень большая порция и очень много мяса. Курицы, прям такое ощущение, что пол курицы сюда положили. Возможно, выглядит это не так аппетитно, как в ресторанах, но это очень вкусно. Вот стритфуд в Мексике, мне кажется, один из самых вкусных в мире. Это нереально классно. Причем я человек, который иногда могу брезговать. Я вот то могу не съесть, там вилка какая-то немножко грязная или еще что-то. Ну все мы такие, в большей или меньшей степени. Но здесь мне вообще плевать на это, вот честно. Мне кажется, чем свободнее, чем спокойнее вот это место, обычнее, тем вкуснее и лучше. И надо расслабляться. Поехали. Ой, класс. Вообще, вот добавьте себе в куриный бульон лайм. Вот просто добавьте и поймете, что это вкусно. Если вдруг кто так не пробовал ни разу в жизни, это я даже не говорю о каком-то остром соусе сальса или бросить туда лук. Единственное, чего мне здесь не хватает, вот прямо сейчас, это знание испанского. Потому что я бы с удовольствием пообщался вот с этими ребятами, которые здесь есть. Правда, честно. Здесь просто атмосферно. Такое ощущение, что мы где-то работали, вышли все вместе на обед. Обеденный перерыв нужно... Я уверен, что у них так и есть. Но вот мне тоже хочется приобщиться к этой компании. Мне тоже хочется называться их коллегой в давную секунду. Но мое незнание испанского мне мешает в этом. Ни одного пустого места, просто ни одного. А что это? Чили? Это пикантый-пикантый? Да. Но немного или целый? Ну давайте, пацаны. Классные пацаны, а телефонами не обменялись. Здесь? Это так вкусно! Я себе всего набросал. Все, что было здесь, я все себе набросал в тарелку. Вот это нереально классно. И для чего тут дорогие рестораны? Нет, конечно, я понимаю, что когда-то это приедается, и тебе хочется поесть там в классной дорогой атмосфере, с музычкой, белые скатерти, салфетки, серебряные вилки. Но если приехать вот так на неделю, они вообще ни к чему. Просто ходи по улице и ешь. Максимум это 5 долларов, которые ты отдашь за еду. 5 баксов. Здесь, как и, например, в Таиланде, все постоянно едят вне дома. Потому что готовить и времени, и сил нет. А вкусно поесть на улице можно за приемлемые даже для местного работяги деньги. Адрес точки в описании. Следующий ресторан не является каким-то знаковым местом на гастрономической карте Мехико. Но здесь подают одно традиционное мексиканское блюдо, которое, как оказалось, есть не везде. Не, ну а что? Продюсеров нет. Никто тебя не поругает. По попе не настучит. Вот так вот пальчиком не поделает. Сам себе хозяин вообще. Захотел. Это же минералка. Я попросил, дайте минералки. Мне принесли. Такая у них подача минералки. Итак, я заказал себе еще одно традиционное мексиканское блюдо. Называется оно «Чили эннагара». Правильно? Называется оно «Чили эннагара». Это как баста и нагана, только «Чили эннагара». Вот такая вот шутка. Мексиканская знаменитая шутка. Шутка за 300. Выглядит это очень и очень красиво. Видно, что это большой перец. А, я так понимаю, что это флаг Мексики, да? Гранат красный. Вот это вот орешек, я так понимаю, грецкий орех. Сейчас я попробую и точно вам скажу, грецкий орех это или не грецкий. Да, это грецкий орех. Какой классный, какой классный соус. Чили эннагара и правда выглядит как флаг Мексики. Зеленый перец, белый соус и красный гранат. Это блюдо чаще всего готовят на празднике, например, на День независимости Мексики. Для многих мексиканцев это довольно дорогое блюдо, даже для готовки в домашних условиях. Честно говоря, я не знаю почему. Сейчас попробуем понять, что там такого. А вот когда режешь это, ты понимаешь, что перец-то свежий. Начинка приготовленная, да, здесь мясо, оно тушеное, я так понимаю. А вот перец, в отличие от нашего фаршированного перца, он свежий здесь. Интересно, я так не пробовал еще никогда. А что еще здесь помимо мяса? Это вот какой-то фрукт. Манго? Да, манго. Сейчас попробую это все вместе. Мясо, манго и этого соуса орехового. Сейчас я вам скажу, как это. И это вкусно. И это вкусно. По ощущению, что ты ешь просто как приготовленное жареное мясо, фарш, и тут же заедаешь это свежим овощным салатом. В командной работе все здорово. Единственное, вот минус для меня, это то, что мясо из-за свежего перца и из-за вот этого холодного соуса, которым поливаются, мясо становится холодным. Очень классный этот соус. Вот я бы с удовольствием таким бы соусом полил бы какой-то торт. Мексиканские феминистки до сих пор бегают по городу и забирают все у мужчин. На всякий. Мексиканцы любят задействовать все зоны рецепторов во рту. Здесь постоянно смешивают сладкое, острое, соленое, кислое и все это в одном блюде. Поэтому нет ничего удивительного, что чуть острый перец нафарширован соленым мясом и палит сладким соусом. Но, как говорил классик, Пеппер – гуд. Соус – гуд. Мит – гуд. Если вам надоели тако, хотя я вообще сомневаюсь, что такое возможно, но вдруг, тогда попробуйте чили анагада. Адресок в описании. Уже полчаса на ваших глазах я без перерыва ем по всей Мексике. Так что досмотрите до конца, возможно, я там лопну. А пока – десерт. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Чуррос Традиционная сладость, которую так любят мексиканцы родом из Испании. Но в Мексике уже давно считают эту выпечку своей. Например, только эта сеть чури существует здесь с 1935 года. Вообще заведение очень классное, мне нравится, светлое, везде открываются окна, постоянно дует ветерок. Если на улице жарко, сюда заходишь и прям тебя спасает от жары. Сквозняк. Прям здорово, мне нравится, классно. Смотрите, ох, как пахнет, ой, пахнет корицей, ребята, как же вкусно, я не понимаю, это пахнут… Да, эти трубочки тоже пахнут корицей, а шоколад… Нет, это трубочки пахнут корицей, такой приятнейший запах. По сути, это просто сладкая обжаренная выпечка, посыпанная сахаром. Главная отличительная черта – это длинная сосиска в виде звезды в сечении. Теперь дело за малым, чтобы это было вкусно. Это классная штука. И пока вот этого соленого теста я не слышу вообще. Из-за такого количества сахара, которым это все посыпают… Я не знаю, сколько можно вот таких съесть за раз. Мне кажется, вот эти две с лихвой хватит. А люди себе берут, я смотрю, там по четыре, по шесть… Вот вроде бы вот эти фастфуды, которые на улице, стритфуды, да, не фастфуды, а стритфуд. Колорит, классно, дым, все прикольно. Но такие заведения тоже, тоже нужны. Чистенько, аккуратненько, спокойно. Вот эти распахнутые окна. Сел, взял себе какао. И ты уже вообще забываешь, что ты в мегаполисе. Но, во всяком случае, я сейчас. Я уже забыл, что я в Мехико-сити. В шумном, грязном каком-то местами, с сигнальщими машинами. Все, здесь ты пропадаешь. Вот тут как прям такая Испания, Испания. Спокойно зашел себе, съел десертик, сейчас еще сахарок в голову ударит. И ты пойдешь вот так улыбаться всем людям. Я надеюсь, что этот короткий гастрономический кайт вам пришелся по вкусу. Снова каламбур. В общем, ссылки на все точки я оставляю в описании. Постараюсь и дальше уделять больше внимания местным кухням отдельными короткими выпусками. А вы пишите в комментариях и ваши подсказки, куда пойти и что вкусного поесть. Мне на потом тоже пригодится. Не в последний же раз я в Мексике. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok